Именно так и должны выглядеть менеджеры на новом швейном производстве. Эти хрупкие девушки на предприятии «Комволь» отвечают за финальный штрих – выход готовой продукции. Коммерческий директор с солидным опытом и приглашенный дизайнер со своим раскрученным брендом создают из белорусских тканей одежду, достойную подиумов. Мы уже создали коллекцию выставки в Дюссельдорке, потому что эти ткани относятся к люксовому сегменту брет-а-порте и по своим качествам и драпируемости, цветам и так далее соответствуют именно этому сегменту. К выпущенной коллекции громадный интерес как со стороны белорусского рынка, так и со стороны мирового рынка. Сейчас в производстве активно идет заказ в 150 тысяч погонных метров для последующей продажи на рынке Турции. Тайны качественного материала лучше всех знают производственники, а о генеральной стратегии говорим с генеральным директором. За день до приезда президента Анатолий Суботко уверен – у Камволя хорошее будущее. Главное – использовать на мировых рынках все возможные инструменты. Где-то придется даже отказаться от части прибыли временно. Изучая цены наших конкурентов, тех же итальянцев, тех же турок, при данной технологической цепочке и себестоимости, которая складывается на Камволе, мы в состоянии какой-то период демпинговать, предлагая качество, ну минимально не хуже. Сегодня ответ за стратегию директор держал перед президентом. Александр Лукашенко от предприятия требует в первую очередь максимальных продаж и четкого исполнения плана развития. То есть в 2020 году ты произведешь 6 миллионов. Это хорошо. Тебе денег никаких, оборотки и прочее. Сейчас не надо, ты работаешь сам, кредиты обслуживаешь и так далее, и так далее. Предприятие обеспечено всем. У меня на 4 месяца сырья. У меня те рекомендации, которые мы получили от турецких партнеров, заключены контракты, денежные средства есть. Такая требовательность понятна всем, кто хотя бы отдаленно знаком с историей модернизации Камволя. Она была, мягко говоря, проблемной, а на начальных этапах откровенно провальной. В 2012 году предприятие переживало глубокий кризис. Объемы падали, оборудование изношено на 90%. Даже в цехах зимой было не теплее, чем на улице. Логично, что тогда последовали жесткие кадровые решения. Но в 2015-м сроки модернизации, которая вот-вот должна была завершиться, попросили продлить. А премьер-министр и вовсе доложил. Перед новым посещением Александра Лукашенко на Камволе, который никак не наберет обороты, решили устроить шоу, свести и сырье, и готовую продукцию со всей страны, загрузить на день-два производство, чтобы получить одобрение президента. Вместо этого, конечно, последовали новые кадровые решения. Вот за это можно попасть в застенки. Я это вам публично говорю. Потому что вы подставляете таким образом президента. Сегодня обошлось без жестких решений. Это уже говорит о достаточной компетенции нового руководства Камволя. Но есть и вопросы. К примеру, после модернизации, которая государству обошлась в 110 миллионов долларов, резко упали объемы производства. Пусть ткань на выходе более качественная, а значит и более дорогая. К тому же не набирает обороты предприятие Сукно. В том же 2015-м его было решено разместить на площадях Камволя. Вот с 21 миллиона мы обвалились на 6 миллионов. Так? Больше произвести мощности я тянему. Нет, здесь спроектировано под объем 6 миллионов погон. Почему мы не можем произвести в Беларуси и продать 20 миллионов погонных метров ткани? А тут деки сукна. И о Камволе, и о производстве сукна Александр Лукашенко говорит с представителями турецкой компании «Зенлед». С ней в апреле как раз новый гендиректор заключил контракт на технологическую подготовку производства. И что еще важнее, на разработку и продажу коллекций. Об увеличении объемов выпуска с турецкой стороной договариваются прямо на месте. Если мы с вами договоримся, вы можете за 2-3 года на старой площадке сукно помочь нам модернизировать? И так, как вы сказали, за 2 года нарастить объемы до 4 миллионов сукна и продать? Симизм вообще. Это наша работа. Да, мы обеспечим необходимые объемы. «Зенлед» в целом один из лидеров турецкого рынка и компания с большим опытом работы во всем мире. Они поставляли продукцию для таких брендов, как «Некст», «Зара» и «Том Тейлор». По отлаженным логистическим цепочкам в Стамбуле предлагают работать и Минску. Но это премиум-сегмент тканей, для которых нужно сырье высочайшего качества. Лучшая шерсть здесь. Австралия. Это поставщики Австралии, Новой Зеландии. Используем также у Рубайского, Аркентинского. Ты где хочешь, закупай, и тебя никто, я же тебе сказал, никто тебя сдерживать и мешать тебе не будет. Мы будем помогать. Но за каждую запятую, цент и доллар, ты ответишь. Мировая цена известна сырья. Почему купил за столько, не за столько. Ну и старайся хотя бы на цент, чтобы ты мог всегда. Придет тебе, Анфима, скажет, что ты ко мне пристаешь. Ну смотри, я на цент ниже покупаю, чем все остальные. В этом суть. И я очень надеюсь, что ты это сделаешь. Качеством сырья президент интересовался и во время изучения производственного цикла на комволе. Ведь именно с шерсти начинается закладка прибыли. И простое сравнение от рабочей. Как было и как стало. Как стало, президент сегодня увидел детально. В производстве ткани, в общем-то, что-то новое придумать сложно. Но для начала нужно научиться четко соблюдать технологии и не допускать даже минимальных просчетов. Именно поэтому любое комвольное предприятие – это технологичное производство. И прибыльный экспорт комволя – это 55% от объема выпуска – приближается к 6 миллионам долларов. Но на комволе по-прежнему важны кадры. На заводе сегодня работают 700 человек, докладывает гендиректор. И добавляет, нужно еще. Ведь только в следующем году при выходе на мощность в 2 миллиона погонных метров тканей на предприятии возникнет дефицит в 120 человек рабочих специальностей. Привлекать их будут в том числе к качествам продукции. Обратите внимание, на Анатолий и Субботка костюм его же предприятия. Модели из белорусской ткани оценил и президент. Причем самым юным моделям повезло. Ткань комволя – школьную форму создавали белорусские дизайнеры. На рынок ее выводят турецкие партнеры. А вот подарки от президента достались детям. Ну, всякий суть. Восхищем. Так. Конечно, нельзя. Спасибо, пожалуйста. Руководство компании «Зенлет» при этом отмечает, оценка продукта лично от президента Беларуси для них, как для дилеров, крайне важна. Ведь это лучше всего популяризирует новый для европейских и азиатских покупателей бренд. Турецкие топ-менеджеры нехотя, но соглашаются. Еще год назад не стали бы носить костюмы из тканей комволя. Но сегодня в таком не стыдно пойти на самые важные переговоры. Когда я в первый раз приехал в Белоруссию, я не был впечатлен. Но сегодня комволь действительно производит ткани, качества которых соответствуют лучшим мировым образцам. Поэтому новая коллекция может громко заявить о себе на ведущих рынках. Важный разговор с трудовым коллективом был сегодня и у президента. Александр Лукашенко еще до вопросов обозначил свою позицию. Предприятие неплохое. Мы окончательно не сделали то, что будет через год. Вот через год можно сказать, что это устоявшиеся предприятия, которые производят хорошие ткани. Они продаются на мировых рынках. И вы получаете нормальную зарплату. Мы еще в начале пути. Думаю, к середине года вы справитесь. Если вы идете на те темпы и объемы к концу года, которые мы планируем достичь через два года по производству 6 миллионов погонных метров ткани. Поэтому я вам сразу скажу, 6 миллионов это не предел даже на этом производстве. И ваш руководитель, которого я сюда направил, и который имеет здесь чрезвычайные полномочия, должен понимать, что минимум 7 миллионов, а может быть и 8, потом посмотрим, в этих стенах, с этих машин на этом производстве мы должны получить. Конечно, главное это для вас. Это заработная плата. И не все сразу. Ваша задача в будущем году превзойти этих несчастных тысяч рублей средний. Превзойти. На этом предприятии это можно. Здесь можно творить чудеса. Я вас поздравляю. Ну, фактически с началом настоящей работы комволя. С новой жизнью. С таким подходом абсолютно согласен генеральный директор, который еще накануне заверял, модернизация на предприятии будет идти постоянно. Хотя то, как было и то, как стало, благодаря усилиям властей, это, как говорится, две большие разницы. И метафору Анатолия Суботко оценят все любители футбола. Чтобы было понятно, если команда играла в третьей лиге, то, в принципе, она за полгода перескочила в премьер-лигу. И, говорит, даже в текстильной лиге чемпионов посражаются с итальянскими законодателями моды. В ближайшей перспективе комболь ждет поставок новых станков. Сновальное оборудование из Германии, товаробраковочное из Италии, лабораторное из Чехии. А турецкие партнеры заключают контракты на поставку готовой продукции. И хотя нельзя сказать, что на предприятии все идеально, но когда-то проблемный комболь по швам сегодня уж точно не трещит. Игорь Тур, Анна Пыш, Дмитрий Буй, Виталий Гончарик. Наши новости ОНТ.